Здравствуйте. У нас такое слово есть. А мне вспоминали. Это Мустафа у нас архитектор из Турции, наш заказчик. Вот делаем ему крышу. Вот так что так. Очень нравится вам в России, да? Да. А нам нравится в Турции отдыхать. Нам такие граждане нужны. Так, полезем. Привет, банда. Ну вы закончите, когда уже, нет? Закончим. Вот зато сиди все, блядь, и зато еще. Допработы. Сейчас я иди сделаю, как у них она выйдет. Там еще мембрану, да, будет? Да, ну там половину ты сделаешь. Посмотрим. Оставляем так, ну соответственно делаем подводку, фартук весь. Вон пацан делай тоже фартук. Хотя бы фанерой, зачем заклони. Ну что, Сань, пойду проверю работу. Сейчас косячок-то найду. Без этого же нельзя. По-любому. Так. Ну вам один скат остался, да? Вот этот. Ну а что, до конца недели добьете? Пачки мешаете? Давайте работать, дорогие мои. Шеф приехал, сейчас будем. Есть. Готов? Можно? 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 Ого. Слуховое окно мимо проекта, да? Заказчик, я ему советовал сделать окошко для обслуживания. Вот. Вот. Либо мансарда, окно. Все равно приходится на крышу вылазить, что-то профилактику какую-то делать. Ну, заказчик решил вот такое окно сделать. В принципе, у него скат здесь большой. Такое архитектурное решение. Здесь мы ему объемные сделали лобовую доску. Здесь зазор по подшиву оставили. Здесь подшивочка будет. И он заказал большое окно вот с жалюзями. Как бы и дверку с петлями. И оно, холодный чердак здесь будет вентилироваться. И, в принципе, можно будет аккуратненько выйти на крышу. Приехал с работы. Тут труженики трудятся. Печник со своей командой. Трое человек. Крыша у меня готова. Ребят, посмотрите, какая красота. Бедные соседи. Ну, вроде печник с умным видом все делает. Вроде знает, что делает. Не знаю. Да? Да, в завершении увидим. Друзья, даже по кранизам я на своем инстаграме, аккаунте, делал голосование. Вырезал там три варианта. И мои подписчики там голосовали. И выбрали такой вариант. Считаю, он выгодно смотрится здесь. Обалденно получилось. Вот я залез на крышу беседки. Сейчас она покрыта временной кровлей. Ковром. У меня остатки ковров. Видите, он разный. Такие есть. Такие. А лучше и не придумаешь. Тут уже дело идет к финишу. Так, то сюда можно наступать? Эту доску. Да, да. Ваши три трубы. Это хлебная камера, прямой нагрев. Это нижняя камера хлебной камеры. А это уже печь под казан. А это общая идет для мангала. Так, ребята, уже заканчиваю. Сейчас тут марафет доводит последний. Вот две арматуры мне поставили. Покрасили термостойкой краской. Как бы шампура. Но этот вот паз тоже для решетки. Как бы. А это поддувало, да, Сергей Иванович? Это идет приточка воздуха. Для того, чтобы, когда помещение закрыто, не хватает воздуха. Чтобы сюда не за это самое. И приточка воздуха обязательно нужна в закрытом поднишении. Сверлили стену там с той стороны. Так, а где подсветка тут? Ну, вот здесь ниша. А, вот, вот, ниша, да. Вот сюда. Вот этот плафон я купил. Но я сейчас пока не уставил. Электрик. Но мы уже примеряли. Электрик мне установит. Так, наступила у нас кульминация. В нашем печном комплексе. Ну что, рассказывайте. Четыре печи у нас горят одновременно. Раз, два, три, четыре. Да, это у нас мангал. 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 Все работает. Это у нас плеточка, решетка. Плеточка? Я видел, вы с той стороны сверлили. Да, это оттуда идет в воздух. Когда закрыто помещение... Сейчас покажу. Там такой канал идет. Или только сюда это приточка? Это только сюда. И почему ее делают? Делают, когда закрыто помещение. Обязательно надо. Иначе весь кислород уходит и не хватает для огня. И поэтому он отдыхается. И сюда дым начинать. Когда зимой окна особенно. Так, у него. Тих. Для барбекюра. Так. А это у нас получается русская печь. Это у нас русские печи. Можно здесь растопить. Угли. Углы. Разровнять и готовить. А можно вообще без углей, как духовку использовать, топить от этой печи. Просто она как, рассказывайте, будет... Да, если мы топим нижнюю печь, у нас нагревается пот. Боковая, задняя, левая сторона полностью. Весь нагрев. И у вас получается как духовка. То есть, если нижняя, то как духовка. А это казанная. Так, это за счет прям фиксируется. Вжимается, защёлочка. Это показанчик. Сейчас он все новое. Да, краска вгорает. Вот это все. Это рабочий стол. То есть, мы можем положить гранитную плиту. Гранита очень хорошо. Вырезать можно всю эту фиксирую. Да, полностью обыграть его. Сделать зазор на толщину где-нибудь сантиметр. Меньше даже 0. Метра в 35. Парапет. Вот смотри, ты эту стенку желтую. И парапет. Нам тоже внутри надо, да. Желтую стенку. Примыкание 3,40. А, примыкание, да. Примыкание 3,40. Парапет 47. Ширина 47. Ширина 47. Перетрубируемся. Перетрубируемся. Саморезы вверх закручены. А саморезы должны крепиться вот в этом месте. Крепление в этом месте. И вот эта окисленная битумная черепица из окисленного битума. Мне рассказывают, что монтаж зашел уже в зиму, в холода. И она, естественно, плохо приклеивается. Ломается. Вот как бы вот уже недостатки. Вот этот дом мы делали... Сколько? Три года назад, да? Три года? Ну, два. И два, или три? Два или три. Два. Ну, видите, стоит без проблем. Ну, были бы проблемы, уже позвонили давно бы. Так, приехал я, ребята, на наш объект, который делали мы в том году. Здесь колоссальная была работа сделана, проведена. И как раз очень любопытно, готовый фасад, потому что, когда мы уезжали в конце декабря, здесь было все в лесах, в бытовке вот здесь стояли, непонятно, как было. А сейчас уже видно концепцию общую дома, фасада. Кстати, делали мы здесь основной дом, гаражный комплекс, тоже где-то больше трехсот квадратов. Сейчас вот позвонили нам, мы делаем это дом для охраны, по-моему, небольшой. Сейчас мы кровлю, но тоже в таком стиле все надо сделать. Несущая конструкция утепления, подшивку планкеном. И, соответственно, утепление. Давайте я сейчас еще к ребятам вернусь. Здесь еще ведутся работы. Но заказчик уже заехал. Но, как бы, пойдем, покажем, где там еще. Пойдем. Трубы, трубы водосточные. Ну, водосточные трубы удлинители, да. Это мы сделаем. Вот здесь на этой задачи еще. Водосточку повесить. Водосточка? Вот здесь, и подкрыли. А, вот здесь по краю. Да. Потому что... А подкапельник мы сможем засунуть? Ну, да. Это вот здесь мы уезжали, когда стекла не было, да? Да, да, да. Вообще не было. Крышу мы сделали. Класс. Ну, сейчас, класс. Сейчас уже пойдем с той стороны зайдем. Можно, я думаю, не будут ругаться. Уже заказчик, как бы, здесь живет, семью. Да, друзья, я уезжал в декабре. Здесь была вообще, ну, стройка. Снега, куча навалена. Бытовки, стройматериал. А сейчас... Все по-другому. Ну, что-то какие-то косячки остались. Работы ведутся. Вот здесь мы делали крышу. Обалдеть. Все сделано на совесть. Просто-напросто. И тут крыши делали, и тут. Балконы там меняли. Мы частичную реконструкцию крыши делали. Класс. Разных цветов и доступные системы. Кровлю нашу фаршировали. Мы здесь по полной программе. Давай. Ага. Все. Шеф поднялся. Ваня, ну, что у тебя за рулетка такая? Да нет. Что ты позоришься? У тебя должна быть для кровли. Нет. У тебя нет рулетки? Я не привезу. Ну, что такое? Скажи, Вася, он тебе привезет. Вася, тебе привезет. Сказали? Мы сами покупали. Сами покупали? Сейчас я тебе отдам деньги. Сколько дам? 100 рублей? Какое 100 рублей? 500 рублей мы такая рубляку покупали. Да что ты. Так. Ну, это нам здесь на один зубок. В принципе. Сделать. Слушай, ну, красота. Здоров. Денег нет, но вы держитесь. Как обидно. Вот здесь делаем мы кровлю на танк-хаусе. Высоковат. Ты залазил? Ну, конечно. Или изнутри ходил? Нет. А? Я здесь залазил. Не ругают за бардак-то? Да что-то. А? Я два с половиной заказал. За дорогу там что-то говорил. А что? Как тут дорогу залазить? То есть, мы с низбеса стоим. За соседа. За эту дорогу? Да. А что-нибудь? Кто-то хочет заезжать? Пройти и пройти. А, гуляют. А где вы залазите? Угу. Я плюнул. А, ты? Ну что? Нарисовал плюс. Хе-хе-хе. А как мы зайдем? Тут коньет есть. Там открыто? Бабуля есть. Бабуля. 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 Ну сейчас. А где бабуля? Хе-хе-хе. Я вместо нее. Я вместо нее. Это старье. Все оттуда. Вы это уже скаты уработали. Вот это, да? Да. Сейчас вот этот идет. Вот наглядно видно утепление ската. Вот. Пришел на процесс. Балки. Видите, спаренные доски есть. Их надо обязательно пенить. Чтобы не было теплопотерь. Значит. Ну тут 200 повторяется. Основная. 150. Еще под него. Пятерка идет. Так. А это уже соседа, да? Да. Ясно. Ну сосед нам не нужен. Так. А у нас крыша приподнимется, да? Чуть-чуть от соседа. Да. На 5 сантиметров, да? Да. То есть мы за счет бруска. Здесь нет вентиляции. Как бы добавляем 5 сантиметров. Вот. И крыша у нас как бы ступенька будет. Вот река Москва. Как раз мы напротив речного вокзала. Вон доки. Кто говорит, что Москва не морской город. Морской. Из реки Москвы можно попасть и в Каспийское море. Соответственно. И в Азовское, и в Черное. Волгодонский канал. Здесь вот соседская кровля. Вот. Пластик. Водосточный соседский. Это мы все будем оставлять. От этих границ идет как бы наша зона ответственности. Вот такие карнизы делаем. Вы уже меняли этот? Новый? То есть вот эта часть тоже заменена новая. Здесь мы делаем видите, в рейку лобовую доску. Окно. Вот это я приговариваю под демонтаж. К расстрелу. Почему? Потому что здесь вот снеговой карман, пробка. И вот оно течет. Оно снегом его наваливает. Вот это окно демонтировать. Я не могу дать гарантию людям. Тут просто вот здесь самое протечное. Вообще окно считается генератором всех глыб. Представьте, оно же внутри помещения тепло. Стекло как бы греет снег. Под окном всегда глыбы. А если еще яндовая, так это... 4,25 пойдет. Посчитай, сколько волок. 4 волны. Это метр пятьдесят. Сейчас засуетились. Надо накрыть от дождя. Передают погода сегодня дождливая. И то Бог дает нам поработать. Уже полчетвертого. Мы хоть что-то сделали. А так обещали целый день сегодня дождь. Вот так будем накрывать. потому что отделка здесь как бы приличная. Мы взяли на себя обязательство исполнить ремонт и как бы не нанести еще больше ущерб, не затопить. Поэтому сроки здесь немножко растянуты. Время уходит на вот эти манипуляции. Утром надо раскрыть с оглядкой на погоду.